доброго вечера на дворе 31 января и я уже оплатила схемку у барбары анны это совместник о котором я вспоминала в предыдущем видео разложила ниточки бася конечно помогать и посмотрела что уже в принципе дали первую часть схемы но я была очень сильно удивлена потому что в первой части схемы которую нужно вышить по идее до 15 февраля две с половиной тысячи крестиков я конечно немножко в шоке потому что две с половиной тысячи наверное это больше чем я за месяц вышиваю но схема достаточно простая примитивная в ней всего 9 цветов и большие логические участки хотя кто знает это будет для меня настоящим испытанием ниточки вы уже видели в предыдущем видео и как можете смело заметить байска нежится и вышивать учиться не хочет лапу сечка моя а пины вот эти я сама делала ой великая драка ну это ее вышивка извините простить вы посмотрите ну какая же она сладкая в общем размечу сейчас канву наверное приступать вечером не буду может быть уже завтра а можете сделаю первые крестики мы кушали на парапете закрытого кафе ням-ням-ням пока люся загружала видео и собиралась на улицу улица немножко исчезла у нас настолько снежно что практически ничего не видно я в полном восторге иду гулять снег просто таки атаковал город показываю вам наш пруд который когда-то был прудом сейчас его не видно практически иду проверить как там уточки и вообще иду в центр города показать вам немножко город утки живы-здоровы на некоторых спинках уток как вы видите можно увидеть снег потому что с такой интенсивностью невозможно быстро отряхиваться а я прячу телефон потому что он тоже уже весь снегу идем с вами в самый центр мы сейчас находимся на старушке куча снега и полно людей потому что как я вам говорила в польше снег бывает не каждую зиму и не во всех городах так что идем идем дальше несмотря на то что на дворе 30 января елочка по-прежнему стоит наверное ждет китайского нового года мы с вами в интернете из арки и идем смотреть на новую мотлазу. Вот он. Здесь у нас кораблик припарковался. Вот такая краска лепеда. Честно говоря, половину вида загораживает нам корабль, который здесь не к месту немножко припарковался. А, ну, вторая половина прекрасна. А это вид с другой стороны. Заснеженные деревья. Настоящая зимняя сказка. Снежок, как вы видите, поутих, поэтому мы можем с уверенностью посмотреть вдаль и насладиться видом. Ракурс решает все. Мы немножко отошли от Жиглюги к Даньске и смогли насладиться прекрасным видом. Также покажу вам вышивку. Канал все-таки о вышивке. Сегодня, пока монтировалось и выкладывалось видео, я успела дошить дверку. Около 300 крестиков здесь набодяжила. Такая красота-лепота. Мне очень нравится вообще вот этот контраст. Зимняя зима, снежочек хрустит. И здесь такие летние яркие краски. Приятно. Вот так в 21 веке выглядят работники. Кто у нас чинит карниз? Конечно же, Баська. Все как надо. Шурупчики все покатала по полу. Сидет довольная в пыли. Потом придет гладиться. Доброго всем, чего у вас там? У меня тут практически ночное включение. На самом деле я сидела здесь с лампой, вечером вышивала. И на моей Dreaming Girl готова сейчас около 500 крестиков. И она чем-то похожа на козировку. Хотела показать вам схему. Я ее распечатала. Достаточно крупная, цветная. Я такое люблю. Очень даже. Ниточки у меня здесь в творческом беспорядке находятся. Ну, 9 штук могу себе позволить направо и налево разрывать их, разрезать и раскидывать. Магнитик это... Ой, не фокусируй. О, вот так отлично. Магнитик делала сама из двух деревянных пугалок и одной наклейки для ногтей. Вот. На наклейке мопсик, но Бася его немножко подрала, так что он не в самом лучшем виде. Мои первые впечатления от Murano 32-го каунта. Ну, конечно, это вам не Аида. 14-я немножко посложнее все-таки. Но я думала, что будет намного сложнее. На самом деле, рука уже привыкла делать крестики и знает сама, куда тыкать иголочку. Так что получается достаточно неплохо. Ну и плюс схема, конечно, очень примитивная. Если бы мне сказали на 32-го каунта Murano вышивать какой-нибудь Dimensions в 30 цветов, я бы сказала, нет, конечно, извините, простите, не пойдет. А 9-тицветная схема это самое оно. Цвет этой Murano, конечно, абсолютно не хочет передаваться на камеру. Вечером, возможно, завтра днем у меня получится сделать включение. Но так как у нас все вернулись в офис, я сижу теперь в кабинете не одна. И с видео на работе, конечно, посложнее немножко. Нужно очень быстро успевать, буквально за минуточку, пока коллега отлучится. И, как вы понимаете, это не всегда удобно. А вечером у нас никакого естественного освещения. В 6 вечера, извините, быть не может. Но буду продолжать, пока что мне очень нравится. И посмотрим, что у меня получится. Ах да, и хотела сказать, что я обычно канву размечаю. Здесь, конечно, разметки нет, что тоже немножко усложняет задачу. Но я стараюсь идти какими-то логическими участками и цепляться друг за другом цветами. То есть не отхожу далеко, а работаю именно на площади, которая уже зашита. Если вы хотите узнать, что там будет дальше вышиваться, кроме девушки, как вообще будет выглядеть полная схема, то подписывайтесь на мой канал, и вы все увидите. А мы идем к одному из самых узнаваемых символов Гданьска – ворота кран Журов. Он был построен в 15 веке на берегу реки Матлава и использовался для подъема грузов и установки мачт. Огромная настройка в прошлом нависала над кромкой воды. Под ней останавливались корабли, и начиналась разгрузка. Кран был способен поднять груз на высоту до 11 метров или мачту на высоту до 27 метров. В 1945 году деревянная часть конструкции сгорела, каменная часть получила серьезные повреждения. После Второй мировой войны здание было восстановлено, и теперь внутри находится музей. «Найду кота везде и всегда» – это маленькая Тилька. Всем привет! Меня зовут Люся, и вы на канале «Люся вышлет». И поскольку большинство из вас проголосовало, что хотели бы видеть хоть иногда меня в видео лицом, вот она я, здравствуйте! Сегодня покажу вам свои продвижения за неделю, вернее, уже то, что получилось, в конце. Итак, первая работа, с которой я выступаю, это «Dreaming Girl» от Барбары Анны. В первой части нам дали саму девушку, ее лицо, свитерочек и волосы. Всего около полутора тысяч крестиков в первой части. Для меня это много. Естественно, за неделю я столько не вышла. Поэтому вышла, сколько вышла, но у меня еще целая неделя для того, чтобы сделать вторую часть. Для того, чтобы закончить первую часть. Вот. Ну, получается очень красиво. Это мурана 32-го каунта, и я вам честно скажу, что вышивать на ней мне очень сложно. Я не знаю, как вы это делаете, заменяете все на равномерку, каких-то невероятных каунтов. Вы просто большой герой в моих глазах. Для меня 32-го каунта это тяжело. Вот так днем, конечно, при освещении хорошем, вышиваются еще более-менее. При том, что схема достаточно простая. Но, как я уже упоминала ранее, если вы мне сказали на 32-го каунта вышивать какой-нибудь Dimensions в 30 плюс цветов, я бы сказала, извините, не ко мне. Этот поезд проезжает мимо. Но получается замечательно. Вторая вышивка, которая была у меня на этой неделе, домик от жар-птицы. Покажу вам превьюшечку. Достаточно большой домик, я вам скажу. 19 на 13 сантиметров, несмотря на то, что это на пластике. И здесь я тоже неплохо продвинулась. Неплохо, как для меня. Вот такая красота лепота. Значит, я вышла дверку, вот эту стеночку и окошко. Единственное, что не закончила на окошке бэкстич, но начала вот здесь также другой домик вышивать, другую стеночку. Красота лепота. Вышивается достаточно легко. Самое сложное, в принципе, это вот этот куст. И здесь собака и моя басенька. Смотрите, какая лапусечка. Это уже вышито. Осталось, в принципе, там второе окошко. И здесь домик, крыша, достаточно простые участки. Вот. Мне очень нравится, как получается. Мне очень нравятся цвета. Потому что у нас часто сейчас за окном бывает серо, грустно, скучно и уныло, грязно. А здесь просто вау! Такое лето в самом разгаре. Ну, просто супер. И третья работа, к которой я приступала на этой неделе. Вы, наверное, все знаете этот наборчик. А может быть, кто-то видит его в первый раз. Это Мэгги-рукодельница. Скажу я вам, размерчик здесь просто ошеломительный. 35 на 30 сантиметров на 18 каунте. Я заменила каунт на 16, и у меня получится просто маленькая одеялка. Сейчас покажу вам свои продвижения. Небольшие, но тоже что-то есть. Вот так выглядит на данный момент моя работа. Я вышила пяльцы с синей канвушечкой и вот этот домик, и начала вышивать доску. Как видите, на доске была надпись ABCD. Я написала Люся. Очень скромненько, но мне так понравилось. Я прям в восторге. Честно вам скажу, эта работа, она мне очень нравится в результате. То, что получается. Но процесс, процесс, о май гад. Здесь очень много цветов, очень разных. И порой я просто не понимаю, зачем 4 разных крестика располагать на большом каком-то участке. Например, вот здесь на доске будет вот здесь, и вот здесь в уголочках по одному крестику. Kill me now. Просто что происходит. Вот. Но результат фантастический. Результат как у Dimensions. И что мне еще нравится в этой вышивке. Сейчас вам покажу превью, что здесь очень много всего. То есть, хочу кошку вышиваю, хочу лампу вышиваю, хочу что хочу, то и вышиваю. В общем, очень много всего. Как будто бы несколько дизайнов совместились в одном. Вот. Красота, лепота. Я сейчас вышиваю, чтобы вы понимали, вот в этом уголочке. Вот здесь я, и это вот столько. Понимаете масштаб действия, да? Но красота, лепота. Здесь, кстати говоря, даже собака есть. Найдете собаку. Вот. Вышивка, в общем, отличная, чудесная. Но требующая нервов. Возможно, она пойдет легче, если я установлю ее на Крустич Сага. Но, опять же, там нужно смотреть, правильный ли был перенаборчик. А я этим не очень умею заниматься, так что не знаю, как пойдет. Но пока что мне очень нравится. Показала вам все, что вышло на этой неделе. На следующей неделе буду продолжать, конечно же, Dreaming Girl, потому что 15 февраля выйдет новая часть схемы. Кстати, про этот совместник, если вы хотите узнать побольше, я оставлю вам ссылочку. Вы покупаете схему у Барбары Анны за 7 долларов. Покупайте к ней материалы 9 цветов и мурану 32 канта, или любую основу, которую вам хочется. Возможно, также в цветах вы тоже сделаете свою замену. И раз в две недели вам дается кусочек схемы. Можно также по хэштегу, который я напишу вот здесь, посмотреть работы других девочек, кто что начал, кто что успел уже вышить. Ну, в общем, получится красота липа так. Хотя мы не знаем точно до конца, как выглядит вся схема. То есть схема, она размыта по краям, и видно только девушку и ее волосы. Так что это будет приятный сюрприз. Спасибо большое за то, что смотрите меня, за то, что ставите пальчики вверх, и за то, что подписываетесь. Мне очень приятно, это очень вдохновляет для того, чтобы снимать новые видео. Я надеюсь, мы скоро с вами увидимся, так что до скорых встреч. Пока-пока! Басенька! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok